Друзья, все мы знаем, что в интернете существует масса так называемого информационного вброса. Все это сделано для того, чтобы сбить нас с толку. Но не нужно также исключать, что существуют и так называемые инсайдеры. Это группа людей, имеющие доступ к информации недоступной широкой публике. К нам на почту пришло интересное письмо, некие документы, а точнее директивы. Это законодательные акты, обязывающие государство принять разного рода меры для достижения конкретных целей, указанных в этой директиве. Проверить его на достоверность не представляется возможным. Это закрытая для общественности информация. Прочитав его, можно посчитать, что это вброс, фейк. Но с другой стороны, помните, как еще несколько лет назад говорили, что без специального QR-кода человек не сможет не купить и продать что-либо. Ведь это тоже считалось фейковой информацией. Ну не так ли? Так или иначе, я решил прочитать вам этот документ. Пусть это будет информацией для размышления. Продолжение следует... Четвертое июля 2025 годы. С удовольствием большинства членов Организации Объединенных Наций, следующая директива вступает в силу с момента ее получения и будет реализована немедленно. Каждый материк будет иметь соответствующий номер. Например, бывшая нация Канада будет теперь известна как Америка площадь 01. Бывшие Соединенные Штаты Америки будет известна как Америка площадь 02. Бывшая Центральная Америка, включая бывшую Мексику, теперь будет называться Центральная Америка 03. Остальные бывшие нации Южной Америки будут вместе называться Зона Америки 04. Бывшие нации в Европе будут вместе и впредь называться Европой 010. С новой картой для обозначения границ между Европой 010 и Азией 020. Все новые названия бывших наций на различных континентах мира перечислены в дополнение к этой директиве, вместе с новыми картами, чтобы установить границы и местонахождение основных центров контроля Организации Объединенных Наций, которые будут управлять всеми будущими правительствами, а также административными военными организациями. По состоянию на 17 марта 2025 года бывшие Соединенные Штаты Америки передадут свои военные и полицейские силы Организации Объединенных Наций для контроля и ответственности, или они будут расформированы или интегрированы в наши глобальные силы Организации Объединенных Наций как можно скорее. Планы наций почувствовать на себе тяжесть быстрых и решительных изменений, которые встретят наши запланированные цели единого мирового правительства. Вся исполнительная власть бывшего правительства США будет заменена на избранных нами руководителей. Организация Объединенных Наций возьмет на себя все обязанности с утвержденным административным советом. Судебная власть также подлежит замене немедленно, так как судьи Организации Объединенных Наций уже отобраны, чтобы взять на себя эту задачу. Однако законодательная власть останется на своих постах, пока они постепенно не будут освобождены от обязанностей представителями Организации Объединенных Наций. Приведенные ниже инструкции не подлежат никакому сомнению или оспариванию. У всех будет достаточно времени, чтобы понять и следовать этим и будущим директивам, указам и постановлениям по мере их формулирования. Краткие инструкции всему персоналу бывших федеральных, государственных, окружных и местных органов власти. С 5 июля 2025 года вступают в силу обязательства перекрасить все корабли, самолеты, транспортные средства в синие цвета Организации Объединенных Наций. Нумерация самолетов, кораблей и транспортных средств останется как есть, за исключением того, что формулировка ООН будет перед всеми цифрами и буквами. Далее вам нужно подготовиться к смене всей униформы, как для военнослужащих, так и для подразделений гражданской полиции, в светло-голубые цвета. Второе. Все инструкции или директивы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций будут относиться ко всем нациям и будет применяться во всех областях и территориях. Отказ подчиниться расценивается как сопротивление, будет незамедлительный ответ насильственной и грубой силой. Совет ООН и их представители не будут иметь права дискутировать. Запрещено вести переговоры о потере собственности, дохода или так называемых прав и свобод. Вся будущая власть и контроль осуществляется только Организацией Объединенных Наций, и любое вмешательство в достижение запланированных целей недопустимо, и будут решаться путем тюремного заключения или иных действий. Третье. Больницы и поликлиники будут продолжать оказывать медицинские услуги, как и раньше. Тем не менее, во всех больницах и клиниках будут заменены руководители, и в будущем медицинские услуги будут предоставляться в соответствии с новыми директивами Организации Объединенных Наций, которые вскоре будут представлены и опубликованы. Четвертое. Школы и университеты, колледжи будут продолжать работать в соответствии с графиком, до того времени, когда администраторы и преподаватели пройдут полное тестирование, то есть в соответствии с образовательными директивами Организации Объединенных Наций. Учителя и преподаватели, не соответствующие стандартам ООН или не соблюдающие стандарты и директивы, будут заменены, и для желающих будут найдены новые рабочие места. Лица, которые не желают сотрудничать, обязаны освободить занимающую должность. Пятое. Фермеры, выращивающие продукты питания, корпорации, занимающиеся переработкой пищевых продуктов, будут продолжать работать в обычном режиме до тех пор, пока не будет предоставлены дальнейшие инструкции. Однако, все фермерское и корпоративное оборудование должно быть окрашено в синий цвет Организации Объединенных Наций. Шестое. Полицейские организации всех типов и видов, в том числе федеральные, штатные, окружные и местная полиция, находятся под контролем и управлением ООН. Официальные письменные изменения будут обнародованы в каждом полицейском подразделении. Несомненно, мы ожидаем сопротивления во многих формах нашего нового законодательства. Поэтому вы, полицейские, наделяетесь особыми полномочиями и имеете разрешение стрелять на поражение в того, кто выступит против вас или наших директив. Не нужно беспокоиться о судебных процессах или обвинениях против вас лично, поскольку вам было предоставлено такое законное право. Убийцы, насильники, поджигатели будут устранены, пока ситуация не станет более контролируемой. Также могут быть установлены и предоставлены новые инструкции. Седьмое. Мы признаем, что некоторое вооруженное сопротивление со стороны неподчинившихся полицейских, военных отрядов партизан, а также от патриотических коллективов, следовало ожидать. Это сопротивление должно быть подавлено либо вашими собственными силами, либо силами, назначенными нашим военным командованием. Все ядерное биологическое и химическое оружие под контролем ООН и будет использоваться в тех областях, где сопротивление оказывается слишком долгим или обходится слишком дорого. Те, кто считает, что может взять винтовку и вступить против организации, это мнение, к сожалению, ошибочно, поскольку биологическое и химическое использование разрешено на всех территориях. Кроме того, если сопротивление на отдельных территориях сохраняется в течение длительного периода времени, то ядерное оружие также может быть реализовано. Все незаконные наркотики и продажи алкоголя запрещены. Срок действия ограничений не менее 20 лет. Тюремное заключение будет вынесено за первое преступление, вторых правонарушений не будет допускаться, и лица, злоупотребляющие этими запрещенными предметами, будут исключены как психически больные. Далее. Дети старше пяти лет будут отправлены в Школу Организации Объединенных Наций на будущее образование и обучение. Родителям будет разрешено навещать своих детей на полугодовой основе сроком на три дня. На этом завершаются первоначальные инструкции в директиве номер 01. Дальнейшие инструкции будут поступать по мере внесения изменений. Ну что ж, хотите верьте, хотите нет, но в конце сентября в Латвии, в самом центре Риги, проходили натовские учения. Люди оказались беззащитны перед этим беспределом. Обязательно найдите это видео в интернете, посмотрите, и все встанет на свои места. Кстати, спустя неделю Кабинет Министров Латвии одобрил поправки к Закону о военной службе. Отныне латвийские военные и пограничники наделены правом применять служебное огнестрельное оружие в мирное время. Делайте выводы, друзья!